Теперь к другим итогам. Корреспонденты новостей ОТС, как обычно, подготовили для вас обзор самых интересных событий, для каждого из которых нашлась своя номинация. Смотрим. Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко в составе сборной России примет участие в чемпионате мира в Чехии. После того, как его клуб из НХЛ Сент-Луис выбыл из борьбы за кубок Стэнли, Тарасенко оказался свободен и присоединился к нашей хоккейной дружине. Сегодня Тарасенко считается одним из лучших российских легионеров в НХЛ в последнем розыгрыше плей-офф. Он забросил 6 шайб и сделал одну результативную передачу. Новосибирские медики внедряют новый высокотехнологичный метод лечения гипертонии. Во время радиочастотной абляции почечных артерий управляемый катетер-электрод вводят в кровеносный сосуд и изнутри воздействует на нервное окончание. После процедур уже через 2-3 недели наблюдается стабильное снижение давления. В последующем такие хирургические вмешательства медики намерены делать регулярно. В Новосибирске участились случаи продажи квартир с долгами. Речь идет о неоплаченных платежах за капитальный ремонт. Эта проблема относительно новая, поскольку капитальные платежи также введены недавно. Представители регионального оператора объясняют, что о задолженности по взносам за капремонт у продавца нужно узнавать в первую очередь. Ведь по закону после сделки новый владелец квартиры автоматически примет на себя все долги. Следить за уплатой всех коммунальных долгов перед продажей должны риэлторы. Почему некоторые из них не обращаются за необходимой справкой к региональному оператору, остается загадкой. Поступления от налогов продолжают падать. Речь об этом шла на заседании правительства области, которое состоялось на этой неделе. Положительная динамика наблюдается лишь по акцизу и налогам на совокупный доход. По остальным видам налоговых поступлений динамики практически нет. В то же время успешным признаны решения о переводе 10% НДФЛ из городского в областной бюджет. Это позволило соблюдать социальные обязательства. В институтах Академгородка полным ходом идет подготовка к Международному научному форуму в Технопром. Новосибирск будет представлен на форуме многими новыми разработками. Так, например, Институт полупроводников представит устройство, которое с помощью одной молекулы может определить состав вещества. А Институт лазерной физики разработал технологию плазменного воздействия. Остается надеяться, что после форума все разработки найдут практическое применение. Налоговые каникулы для бизнеса обещают рассмотреть на осенней сессии депутаты законодательного собрания. Предполагается, что от выплат в бюджет могут освободить тех, кто работает по упрощенной и патентной системам налогообложения. Это организации, которые занимаются сельским хозяйством, англотой, рыболовством и рыбоводством. Изготавливают и ремонтируют металлическую волонтерею, остекляют балконы и лоджии, возрождают народные промыслы, ткуты, реставрируют ковры. Также в списке компаний, ведущие научно-исследовательскую деятельность в сфере информационных технологий и разрабатывающие программное обеспечение. Льготы получат и бизнесмены, впервые открывшие дело. Баскетболисты клуба Новосибирск впервые в своей истории вышли в финал чемпионата России. В полуфинале они одолели московское «Динамо». Соперник новосибирцев по решающим поединкам пока не определен. Кстати, у наших баскетболистов есть все шансы оформить золотой дубль, поскольку они в этом году уже выиграли Кубок России. Пескосоляная смесь, которой в Новосибирске зимой посыпают дороги, не соответствует заявленным нормам, заявляют общественники. В подтверждение они приводят результаты независимой экспертизы. В свою очередь на городской пескобазе уверяют, что весь песок соответствует ГОСТам и также ссылаются на результаты лабораторных исследований. Считается, что некачественный песок в смеси может причинить вред здоровью. Например, если в нем много частицила, то они разносятся ветром и попадают в дыхательные пути. Ураган, налетевший на область минувшие выходные, не обошлось и без происшествий. Оборванные провода, поваленные остановки, рухнувшие деревья, множество домов в частном секторе остались без света. Не обошлось и без человеческих жертв. В больнице города госпитализированы две женщины. На одну упал кусок кровли на улице Станиславского, другой на улице Нарымской, кусок оторванного забора угодил в голову. Всего новосибирским спасателям поступило около десятка вызовов с сообщениями о серьезных обрушениях. В поезде новосибирского метрополитена открыли выставку, посвященную 70-летию Великой Победы. Вместо рекламы на стенах вагонов фотографии бойцов Красной Армии, Новосибирска 40-х годов, различных документов и продовольственных карточек. Создатели музея уверены, Победа в Великой Отечественной не имеет возраста, она общая на всех. Теперь у каждого новосибирца есть возможность прикоснуться к истории, просто спустившись в метро. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...